Шалом! Вы смотрите новости на Первом Еврейском. Главное за 7 минут в студии Анастасия Воронина. Сегодня выпуски. 9 ава. Еврейские общины всего мира молятся и постятся в память о разрушении первого и второго храмов в Иерусалиме. Стрит-арт со смыслом. Немецкий художник посвятил рисунок жертвам Холокоста. Показатели допускают. Израиль откроет границы для иностранных граждан. В России больных коронавирусом летом ежедневно выявляется почти в два раза меньше, чем в пик заболеваемости весной. Президент Владимир Путин отметил, что пока не во всех регионах страны удалось добиться устойчивого снижения числа заболевших. Сегодня в Москве подтвердили 678 случаев COVID-19. Это на 9% меньше, чем месяц назад. Но, несмотря на улучшение ситуации, мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что запрет на проведение массовых мероприятий в городе сохранится как минимум до конца августа. В Израиле число пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, достигло 100. Это самый высокий показатель с начала второй волны COVID-19. При этом доля тяжелобольных сократилась до 45%, а количество летальных случаев до 80%. В канун осенних праздников Израиль откроет границы для иностранных граждан. По словам министра туризма Асафа Замира, первыми, кто сможет прибыть в страну, станут молодые евреи диаспоры, участники проектов Таглит и Маса, организованных Сахнутом. При этом въезд будет разрешен только из так называемых «зеленых» государств с низким уровнем распространения коронавируса. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле своих территорий. Всего за сутки было зафиксировано 57 нарушений режима прекращения огня. Под обстрелы попали азербайджанские позиции в селах Каханеби, Акбулак Тавузского района, в Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедобекского района. Трельба по армянской территории велась в направлении Чинари, Айгидзора, Мавсеса, Паравакара, Коти, Ярасха, Арыни и Зангакатуна. О разрушениях и погибших не сообщается. Накануне с заходом солнца начался пост 9 ава. В этом году внесли изменения в его традиции. Разрешено мытье рук с мылом и использование средств гигиены. Люди, имеющие симптомы коронавируса, освобождены от обязанности поститься. Сотни израильтян выстаивали длинную очередь, чтобы подняться на храмовую гору. Полиция удалила несколько евреев за молитву «Шма Исраэль», которую они читали лежа на земле. В 2015 фонд «Наследие стены плача» начнет трансляцию из Русалима молитвы, посвященной 9 ава на русском языке. Стрит-арт художник Фальк Лемон, известный в мире граффити как «Акут», представил новый мурал в немецком городе Мангейме. Он посвятил его жертвам Холокоста. На рисунке художник изобразил польского еврея Хорста Замерфельда, который два года скрывался от нацистов в Берлине до тех пор, пока всю его семью не поймали и не отправили в лагерь Аушвиц. И Белу Ширина, родители которой пережили заключение в концлагерях Штутгов и Дахау. Синагога Ташкентской общины европейских евреев оказалась под угрозой сноса. Бейт Минахим была основана в 1973 году в частном доме. В конце 80-х – начале 90-х годов она пережила всплеск числа прихожан, а затем не менее резкое их сокращение. С февраля 2018 года общину пытается вытеснить компания «Голденхаус», получившая земельный участок в Миробатском районе под застройку жилья премиум-класса. Евреям предложили перенести здание в другое место, однако они отказались. Очередное заседание суда по этому делу назначено на 5 августа. Твиттер извинился за позднюю реакцию на антисемитские посты британского рэпера Уайли, который утверждал, что существует связь между еврейской общиной и Кукуз-кланом, а также опубликовал множество твитов об иудеях и деньгах. Инстаграм, Фейсбук и другие сети удалили его аккаунты. Напомню, что ранее тысячи людей присоединились к 48-часовой забастовке в Твиттере в знак протеста против ненависти к евреям, которую спровоцировал музыкант. 25-летняя израильская актриса Шира Хаас номинирована на престижную премию Эмми в категории «Лучшее исполнение главной роли в мини-сериале». Она сыграла в картине неортодоксальная религиозную девушку, которая сбегает из закрытой ортодоксальной общины в Бруклине от новоиспеченного мужа в Берлин, чтобы построить новую жизнь. Фильм стал главной киносенсацией года. 72-я церемония вручения премии запланирована на 20 сентября. 9 ава – самый печальный праздник в еврейском календаре. В один и тот же день в разные годы по иудейскому календарю разрушили первый и второй Иерусалимские храмы. Об истории этого дня и его обычаях расскажет Наталья Кравченко. Считается, что с камня горы моря Всевышний начал создавать вселенную. Но в 588 году до нашей эры это место стало символом разрушения, а не созидания. От храма Соломона, воздвигнутого на вершине, осталось пепелище. Евреи потеряли святыню во время восстания против вавилонского господства. Войско на выходе на Сора напали на Иерусалим и взяли евреев в плен. Так началось вавилонское изгнание. Спустя 70 лет персидский царь Кир разрешил евреям восстановить храм. Но и он был разрушен. Это случилось в 70-м году нашей эры во время осады римскими войсками Иерусалима. Один из солдат бросил горящий факел в окно храма. Увидев дым, евреи бросились тушить пожар, но тщетно. Вражеские солдаты уже входили в горящее здание на храмовой горе. На захват Иерусалима ушло почти полгода. За это время от сражений, голода и эпидемий скончались почти миллион евреев. Около 100 тысяч попали в плен. Женщин император Тит приказал увезти в рабство. Остальных отправили на работы в руднике Египта. Падение храма стало апогеем римской военной кампании. Разрушили не только само здание, но и центр религиозной, культурной, экономической и даже юридической жизни евреев. Талмуд говорит, что это стало наказанием за три греха – идолопоклонство, разврат и кровопролитие. Историки уже утверждают, что евреи просто попались под руку императору Веспасиану. Он намеревался улучшить свой имидж в глазах римлян за счет подавления восстаний в Иудее. Его целью было вернуть стабильность в империю. Разрушение Иерусалима и сожжение храма положило начало расселению евреев по всему миру. Талмудическая традиция говорит, что в момент падения храма все небесные врата, кроме одних, ворот слез, закрылись. А западная стена, оставшаяся от второго иерусалимского храма, получила название «стена плачет». Здесь проливаются слезы евреев, оплакивающих свой храм. Это название придумали не евреи, а рабы, наблюдавшие стенающих, об утраченном храме паломников иудеев. Главные обычаи девятого ава – полный пост и отказ от увеселительных мероприятий. В список запретов в этот день попадают парфюмерия, кожаная обувь и нарядная одежда. Сидеть нужно на земле или на низком табурете. Нельзя девятого ава мыться, можно лишь ополаскивать руки в гигиенических целях. Перед постом устраивают разделительную трапезу с хлебом и вареным яйцом, которое макивают в пепел. Перед этим следует сказать – это трапеза девятого ава. Мудрецы Талмуда говорили, что ненависть и грехи привели к разрушению духовного храма, что означало и разрушение храма на земле. Поколение, при котором храм не построен, как будто своими руками разрушило его, написано в Талмуде. Другими словами, если храм пока не восстановлен, значит люди не исправили те грехи, которые привели к его разрушению. Несмотря на это, евреи верят, что когда-нибудь девятая ава станет великим праздником. Именно в этот день родится мессия. Это все новости на сегодня. Чтобы быть в курсе всех актуальных новостей в еврейском мире, подписывайтесь на Первый Еврейский и кликайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всего доброго и до встречи!